Друзья мои, огромный всем привет! Добро пожаловать на канал! Спасибо, что вы у меня в гостях. Короче, смотрите, у нас с вами сегодня кулинарный выпуск. Я сегодня решил приготовить пожрать. Ну, нужно покушать, короче говоря, и мягко выражаясь. Вот. Снимаю всё на камеру. На новую камеру, которую я купил, хочу попробовать Insta360 GO 3. Она такая малюсенькая у меня. Вот тут, знаете, пришпандой и присобачил. Короче говоря, что у нас с вами сегодня? У нас с вами сегодня лазанья. Но лазанья я уже когда-то, помните, готовил давным-давно. Но я сегодня хочу попробовать немножко в другом виде её приготовить. Как бы немножко другим рецептом. Кстати, ещё родные ниточки мои, хочу вам сказать то, что это видео будет в двух частях. Сейчас мы с вами приготовим лазанью. Я постараюсь без монтажа обойтись, как бы вот это вот всё сделать. Но и ещё мы с вами сегодня, знаете, что сделаем? Вторая часть будет марлезонского балета. Там должна быть ржачка. Там будет ржачное видео. Не скажу, чему посвящено. Короче, я буду сидеть за столом, нарезать левьешку. И расскажу вам одну интересную историю, которая произошла со мной не так давно. Ну, как со мной. Со мной и с моей подругой. Но со мной она произошла как бы заочно. То есть я не присутствовал. Смотрите, что у нас сегодня. Сковородка с крышкой. Кстати, крышка новая. Купил я её в Чижике. Прикольная крышка, кстати, такая. Такая вот, видите, моднявая вся такая, примандявая. Примандявая, я хотел сказать. Вот. Нет, она, видите, она с этими штуками, с такими вот, можно надевать на любую ёмкость, короче говоря. У нас с вами сегодня фарш. Короче говоря, единственное, знаете, как я буду делать? У меня будет основа лазаньи состоять из... Не вот эти вот, как они есть на самом деле, как они называются, господи, полоски вот эти, да, вот для лазаньи. А у меня будут сегодня макароны. Из трёхных сортов пшеницы. Кстати, я обращаю внимание, за окном машинки у нас там, как всегда, объезжают пробки. Сейчас я посмотрю. Ну да, вон, началось в трухозе утро. Объезжают пробки, потому что у нас там за домом дорога. И она вечно забита. Вот. И, естественно, всяком не лень тут вокруг. Ну да, вон не стартует. Уже пока с вами разговариваю, штук 20 насчитал. Короче, трассу здесь всё строили. И также у меня вот там вот за домом ходит там вот за гаражами электричка. Тоже будут есть вот эти вот звуки потусторонние, не обращать внимания. Так. Ну что? А, опять же, здесь у меня такой вот, ну, кухонный такой творческий беспорядок, поэтому прошу на это не обращать внимания. Чё, друзья мои, давайте начнём, да? С чего мы с вами начнём? Сначала мне нужно обжарить будет лук. Я уже лук тут на кромсал. Вот. Такими этими кубиками. И чеснок тоже вот на кромсал. Тоже вот такими мелкими нарезками. Подгляду я, кстати, видите, тут смартфон стоит. У меня пускамера с ним коннектится. И мне, чтобы видно было и вас, и картинку там, где-то, может быть, камеру поставить, свет немножечко сделать. Кстати, у меня сломался свет. Вот эта вот лампа круглая. Зараза. Чё-то она не загорается. Надо будет её поменять. Так, что? Обжариваю лук, наверное, да? Да, надо обжаривать лук. Начинать уже. Надо обжарить лук. Так, вот. И пока я буду что-нибудь, ну, вот это всё делать, мы с вами сегодня поговорим о чём-нибудь. Так, жарю, как всегда, вот на таком кокосовом масле. Вот оно, ну, поближе сейчас вам покажу. Вот. Заканчивается. Заказывал я его на Валберсе. Сколько? По-моему, он, блин, 400, что ли, стоит. Но масло, кстати, офигенное. Заканчивается надо будет. У меня там ещё есть чуть-чуть, но этого мало. Этого мало. Так, сейчас я... Вот оно самое такое безопасное масло. Его можно, как и в этот... А, кстати, забыл вам представить, друзья мои. Я же готовлю сегодня один. Я же готовлю сегодня вот с Сергеем Викторовичем Лавровым. Вот мы с ним вместе сегодня готовим макарошку. Видите, вот оно у меня здесь на футболке. Вот мы с Сергеем Викторовичем будем готовить еду. Вот эту футболочку мне подружка подарила. Классная футболка, честно говоря. И вот я в ней сегодня готовлю. С Сергеем Викторовичем Лавровым будем готовить еду. Так, масло, масло, где крышка, крышка, вот оно Значит, сейчас мы с вами что сделаем сначала? Макароны у меня уже отварены, я уже их отварил Я сделаю, сейчас обжарю фарш Добавлю туда перца, томатные пасты вместе с кетчупом Кстати, у нас сегодня пойдет в дело вот такой кетчуп, вот он Это самодельный кетчуп, видите, даже подписанная крышка В 22-м году мама варила с кусочками перца И вот с этой, такой вот кубанской пастой Кстати, паста кубанская классная, она даже по вкусу лучше кетчупа Вот если кто, вот моего возраста или постарше меня, да, помните, когда раньше Помните, кетчупов еще таких не было Вот выйдешь на улицу, еще батон, который кирпичиком, да, вот так вот намажешь Вот эту вот пасту на хлеб, большой такой ломоть Любительской или докторской колбасы Вкусно! Ребят, я не передать могу, вот это вообще обалденная вещь Вот именно вот, лучше всяких кетчупов, я вам честно скажу Так, на нем будем жарить, что мне нужно, мне нужно лопатку Сейчас я лук обжарю Потом туда добавим Кем-то того, которого Фаршу А, слушайте, я же не принес сыр, ладно, сейчас сыр принесу из холодильника И сыр мне пойдет не моцарелла, как многие делают, да, у меня будет сыр просто обычный, российский, но уже тертый Потому что из холодильника можно готовить со всякими разными премудростями О, слышите, вон, поехала, видно вам, нет? Наверное, не видно, отсвечивает у меня свет А вот я буду готовить вот в ней Так, мне надо пока отставить в сторонку Вот, ну, если начать говорить про вторую часть Там была очень такая смешная, такая вот захватывающая, знаете, я бы сказал Я, ну, назвал бы это, знаете, комедийной мелодрамой или иронический Ну, детектива не назовем, что, конечно, без убийств, без всякого этого обошлось, слава богу Но это можно назвать реально, как комедийный, такой вот, односерийный фильм, да, полный метр Так, лук мы доведем до золотистой корочки, но не совсем прям так сильно пожарим, да, а чуть-чуть совсем Крешку, дмит, а когда будем брать? Кухня маленькая, ничего не помещается Поэтому вот так На-на-на Рассвела черемуха Дальше не помню Классная песня, кстати, закачалась, какая девочка, Алена Рост поет ее Такая, знаете, в стиле а-ля 80-х-90-х Знаете, мне еще дурацкая привычка все время тарабанит по посуде, когда я что-либо готовлю Но вот, к сожалению, такая дурацкая привычка у меня Так, надо еще немножко, наверное, растительного масла добавить Чуть-чуть еще растительного, чуть-чуть совсем, трошечки Трошки Вот, слава богу, наступает весна, ребят Весна у нас будет, наверное, ранее, хотя все говорили, что позднее Потому что у нас уже видно, уже пункт пятницы будет до плюс пяти Сегодня я снимаю сегодня какое у нас число Двадцать седьмой вторник Вы знаете, я, наверное, сегодня, может быть, завтра выложу этот ролик Вот первую часть А вторую следом Не на следующий день, а прям в этот же, наверное, да Когда я буду все это дело кромцать Когда я буду заниматься уже другой работой Вот Обжарю А, как у меня будут слои Значит, у меня первый слой будет из макарон Я немножко кофейку, с вашего позволения, ладненько Первая часть у меня будет из макарон Вторая часть у меня будет из... Из чего? Вторая часть у меня будет из... Пасты Вот, подождите Ее еще, кстати, дело с баланьеза Подождите Вот там еще вот идет паста баланьеза Я сейчас смотрел рецепт, забыл Баланьеза и... Бешамель, вот Вот бешамель я не буду делать, не хочу я заморачиваться Я просто делаю из баланьеза Как вот делали вот девчонки в Ютьюбе Я просто посмотрел самый такой легкий рецепт, да Приготовление лазаньи, так, в домашних условиях Ну, они там делают с этими полосками, с фикосками Не хочу я заморачиваться, честно говоря, с ними с этими полосками Ну их нафиг Не хочу, я хочу просто сделать с макаронами В принципе, какая разница, что полоски, что макаронами одна Одна херня, да, вот одна ерунда Вот, поэтому я сделаю вот по-своему Немножко, и вот это вот бешамель Ой, вы знаете, вот честно говоря, он может и делается не так вот и сложно, как хотелось бы, да Но там, видите, в чем загвоздка Там вот эта мука, молоко надо вливать Там, этот, всякие базилики, фигики У меня этого нет, у меня вот есть Эти Убра вот такие вот в этих, как они называются В мельницах, да, вот такие вот Пекравочки, вот я ими буду пользоваться сегодня Что мне еще понадобится Да больше, собственно, ничего Вот, в принципе, мясо даст сок И будет все это дело у нас с вами тушиться в соке Вот такие вот дела, друзья мои Хотел сегодня поехать в Москву Думаю, съезжу в Москву Поразгоняю тоску Заеду на Новую Зарю Посмотрю, что там есть А на палочке хотел вам показать Ну, в итоге, их немножечко вам не покажу Покажу в следующий раз Поеду, наверное, завтра То есть у меня сейчас 3 дня выходных Поэтому я могу их смело посетить вам Чуть побольше газа сделаю Потом мы с вами эту лазанью Что у нас получится просто Будем тупо запекать в духовке Ну, я заранее разогрею Потому что у нас, в принципе, уже все будет готово Да, у меня макароны уже отварные Кстати, макароны я брал твердых сортов на будущее Смотрите, если будете готовить лазанью Именно из макарон Всегда берите только твердые сорта Они лучше всего, они не развариваются Они превращаются в кашу И готовьте Как это называется Аль денте Потому что все равно будете в духовке запекать Они там уже и дойдут То же самое касаемо фарша Вот, можно совсем его прямо так вот Для готовности не использовать Да, можно вот тоже от аль денте довести И уже в духовом шкафу У кого что есть, да, уже там все это дело дойдет Для нужной кондиции Вот И я, наверное, смешаю два вот этих соуса Вот наше собственное производство И покупной кубанский Ну, вообще, мой соус нашу, да, вот, блин Надо где-то у мамы спросить, где рецепт Друзья мои, вкуснотища Я вам передать вам могу Я, значит, пока буду готовить, но всю банку съем Ну, видите, он такого цвета, вот, интересного Такой вот цвет Зараза, вкусно? Передать не могу Это просто что-то с чем-то Ну, я вам потом на комментариях напишите Если кому интересно Я тогда попрошу мамы рецепт Где она там его, это Нашла Сказала, в общем, очень вкусно Это просто бомба Вот это вот всякие вот Знаете, вот Ничто не сравнится с домашними заготовками Вот ничто не сравнится Всегда Домашние заготовки были лучше, чем вот Что-то покупное, согласитесь Так, ну что, лук у нас уже с чесноком дошел, да Он, когда полукондиция Надо теперь выкладывать фарш Ой-ой-ой Что делают там, смотрите Ага Вместе с бумагой нормально Дима, полудурок Вот эти штучки Я, кстати, оставлю Я не буду их выбрасывать Ну, для рассады пригодится А там посмотрим Надо будет Выброшу, не надо будет Не выброшу Пока выбрасывать не буду Пока пусть лежат Так, вторая часть Вторая часть Вторая часть Тоже фарша Думал, что будет много Но он сейчас ужарится, уварится Ушкварится и Я думаю, нормально все будет Короче говоря, кашу массу не испортишь Если даже у меня останутся макароны Они у меня по-любому останутся С этим, как его называют С фаршем Ну, сделаю по-плоцки, например Да, вот С тем же самым соусом Потому что я так думаю, что все это Ну, что-то у меня останется Будет тоже очень вкусно То есть, в принципе, получится Я бы так сказал, безотходный производство Да что ж мне все сыпется сегодня Еще, девочки И мальчики Знаете, что я вам хочу сказать? Вот самое главное Пока не забыл Мужики Ребята Парни Берегите своих девчонок Берегите я Почему это сейчас говорю? Не к тому, что вы сейчас в преддверии 8 марта И это, кстати, тоже Вот вы посмотрите, да Когда вот мы готовим Ведь же Вот вы приходите, допустим, домой Да? У вас уже все накрыто У вас То есть, те девочки и женщины, которые не работают Солью солью Видите, у меня в кофейной банке соль Но в ней просто удобнее хранить У нее горло большое Вот в такой банке Это адыгейская Я пользуюсь только адыгейской солью Мне она больше нравится Вот Короче говоря Берегите, знаете почему? Потому что вот эта вот уготовка Это тоже очень такой вот Нелегкий труд, я вам скажу Вот да, я понимаю Вы сейчас скажете, что дим Мы тоже вот Дома не сидим Заходим Зарабатываем деньги На работу Там, чтобы быть Чемпионат нашей семьи Ребят Вот честно вам скажу Вот честно Положаю руку на сердце Я пока делал заготовки Я умудохался Вот правда И это На самом деле это тяжело Я вам говорю Не из той политики Что вот Что-то К чему-то вас хочу сейчас Призвать Так, у меня сейчас пошел вход Мельница с буке перцев А потому что Правда Перейдите Девчонки, которые Домохозяйки Которые смотрят за детьми Сидят дома Готовят еду Это ж тоже Очень Такой вот Тяжелый труд Я бы сказал Особенно знаете Когда вот Я тоже вот стою у плиты Потому что Ну кушать же хочется Понимаете Хоть Я и люблю готовить Это мне как хобби Но все равно это Ну все равно это Мне Мне например И в удовольствие И все равно это тяжеловато Да Все равно тяжеловато Поэтому Ребятки берегите девчонок Берегите женщин Девчонок Не ругайте их Если что-то не так сделали Ну все мы Я не знаю Даже если что-то не так сделали Ну сводите лишний раз в ресторан Поберегите девчонок Поберегите наших милых дам Куда же мы без них-то Вот Ну все Сейчас у нас дойдет Надо побольше Делать газ Да Сейчас побольше сделаю Когда Сейчас Она у нас с мяса потемнеет Я Добавлю Вот Как они называются Кетчуп Нашего собственного производства Домашнего И Вот этот вот Кубанскую пасту Смешаю Посмотрим Что получится Ну что роднулики Получается У нас уже Так вот Очень вкусненько Очень классненько Сергей Викторович Вам нравится? Посмотрите Сергей Викторович Вам нравится? А мне безумно А вам? Вот Кстати Ребята Сейчас будем выкладывать Этот Кетчуп И Пасту Вы знаете Сейчас Где моя большая ложка? Вот Вы мне скажите Сейчас Все это Надо тушить на тихом огне А я вам сейчас Не кажусь Похожим на Аля Юлию Высоцкую Которая Готовит и трендит По телепу Так Половину этого сделаем Наверное И половину того Не похож? Или похож? Напишите мне в комментариях Ну я конечно не один Не Юлия Высоцкая Но Тоже люблю Потрындеть Так И полбанки этого Сделаем Побольше Чтобы Было повкусней Вот Потому что Юлия Высоцкая тоже Кстати А куда она делась? Вы знаете Что-то ее давно Уже никто не показывает Что-то ее уже давно Нету Этого Программы Вот этой Единдома Или я не смотрел Не помню Давно не смотрел Ну по-моему я уже То ли запись видел Что там по-моему уже не снимает Но Вы знаете Я не хочу Как бы Что-то там Про кому-либо что-то говорить У меня Так мало Надо еще Слушайте А давайте добавим сюда майонеза А? Как вы думаете? Да Вот есть чуть майонеза Мы сюда добавим Потому что Что-то у меня получается Не паста А одно Сплошное мясо Вот Оно А Вы знаете что мы сюда забыли? Блин Ребят Мы забыли перец добавить сюда Ёпп Перный бабай Вот Перец Вот Специя будет еще вкуснее Вот Такая разноцветная Бурда Вот Кстати вот это И Я помню Выпуск был такой У Юли Высоцкой Когда она помните Наверняка смотрели Сырники лепила Они все развалились Чертям Я сначала Знаете все время Думал что она готовится Ну Я например не готовлюсь Да То есть я не пишу сценарий Когда готовлю Я не переготавливаю одно и то же блюдо Двадцать восемь тысяч раз Ну Потому что как бы Простите она на федеральном канале Все это вела Да Я на своем федеральном канале То есть мой федеральный канал От ее канала федерального Отличается Согласитесь Да Вот Но дело в том что Ну можно уже было как то не знаю Потренироваться Или еще что то Тем более там съемочная группа Я один себе Сам себе режиссер И там себе оператор И звукорежиссер И все вот Все в одном Понимаете Как бы мне поэтому вот так А она то Ну могла бы хотя бы как нибудь Не знаю Потренироваться что ли Приготовить Конечно там сынки развалились Я уж точно не понял По моему в кашу превратились Нет Она молодец Она отмазалась Говорит Ну с кем не бывает Ну блин Ну со всеми бывает Я согласен с вами Что бывает со всеми Ну ты то простите все это вещаешь То есть представите какие Будут потом эти Разговоры ходить В общем наверное это ее дело лично Собобо это лично дело каждого Вот Нет Надо чтобы было немножечко Побольше Вот знаете что еще здесь Добавляю базилик У меня базилика нет Без базилика Перебьемся значит Вот Ну вот короче говоря Я сегодня похож на Любую сотку Которая готовит Поготу Давайте всю банку Что ж налочится то Вот прям Вот знаете еще Я рецепт видел Как готовили в домашних Шторах Лазанью Куда добавляли еще воду Ну я не знаю Добавлять Водички не добавлять Потому что у меня уже Так получается полная Сковородка Это сковородка Мне кажется не надо По-моему здесь так достаточно Потому что мясо дало сок И у нас с вами Паста И фигаста Вкусно зараза Не передать могу Вот Ну и вот куда то Вот Что то я не вижу Юлю Кстати еще было интересно Вот я очень Ну Юля Понимаете как Я не знаю для кого она Все это дело готовила Она все время покупала Дорогущие Продукты Где она была Может быть для своих Таких вот Медийных личностей Но В принципе то что она Она готовила И всегда может было Приготовить из Недорогих продуктов И Очень много я слышал Мореканий на ее канал Вот это Типа того что Вот вы вот Показываете на первом канале Да там Зарабатываете деньги Но тем не менее Вас это смотрят В большей степени Люди со средним достатком Да как мы с вами Я естественно не пойду В какую-нибудь там Азбуку вкусов Дорогущую Или тот же самый Перекресток Да покупать Килограмм огурцов За 500 рублей За 600 Я куплю В пятерочке Пойду Я не привереду Вот И пусть у нас потушится Это минут 10 Я не привереду В этом деле В этом смысле Понимаете Как бы вот так Для кого это все готово Уже насрал Так сейчас Где моя тряпка Вот И для кого она все готовила Для какой публики Я хрен его знаю Ну для кого-то готовила И короче говоря Я что-то сейчас После времени не вижу этого Помните еще был по моему Компанье ТВ Штуканалу Тоже по первому Алексей Зимин Такой был повар Такой Помните Рыжники Сусантов Хороший Дядь Моя бабушка Трошки водички Добавим Пусть оно все здесь утомится Вот Такие вот дела Друзья мои Вроде как Получается Сергей Викторович Получается? Получается Да Дмитрий Николаевич Получается Вот И вот куда-то они исчезли Не знаю То ли у них рейтинги закончились То ли их Не стали они смотрибельными Вот хрен его знает Не знаю что там у них получается Как и чего Ну вот что-то я после времени не вижу Вот вы мне тоже пишите в комментариях Смотрели вы такие каналы Ну вот программы Да вот по телеку Как вот Ну как вот Юля готовим дома Или как у Зимина А не вот как у Зимина называлась Что-то с кулинарией было связано Что-то с этой изготовкой такой Вот Ну и это попроще Ну вот я не знаю Похож я на них или нет Судить вам решать вам Но приготовить мы с вами еще не приготовим Видите я что-то сегодня растянулся Вот так надолго Мне кажется это будет очень долго Потому что Что-то мы с вами тронтим Трантим и тронтим А у нас еще конь не валялся Так ребятки Все у меня томится Я сейчас ставлю камеру на паузу Подготовить духовку Потому что у меня там всего много всего стоит Надо ее подготовить Разогреть на На сколько На 200 Давайте я сделаю на 180 градусов Потому что у нас уже макароны готовы Фарш уже готов Там главное чтобы растопился сыр Ну и минут на 15 поставим в духовой шкаф Все так и сделаю Сейчас я приготовлю Эта Духовку У меня тут просто Посуда стоит как у многих У вас Кстати еще вот такую крышку Есть и купил тоже Прикольная крыха Такая знаете с разбрызгателем 150 рублей Дешево сердит Вот Прикольно Так что вот так вот роднульчик Сейчас я включу это в духовку Так 150 И пусть она у нас греется Потому что у нас в принципе Через 10 минут все будет готово Так 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 Градусы Градусы Так 150 180 А я здесь Я тут Я в духовку включаю Ребят Друзья мои Небольшая поправочка В наш с вами Кухонный В наш с вами готовку Духовку я не буду сейчас Разогревать Потому что я буду готовить В стеклянной вот этой вот посудине А лучше не разогревать Потому что посудина может лопнуть Так У меня Уже приготовился соус Хотя я все Я их все хочу наверно назвать Вот Такая вот Ой Тяжелая падла получилась Ну вот сейчас мы вот это с вами все будем Делать уже саму Лазанью Да Вот Сыр у меня такой вот российский 129 рублей Вот эта пачка стоит чижики Да, сколько здесь, 200 грамм Я взял две, думаю, знаете, пусть будет Потому что слоев будет несколько Я даже не знаю, честно говоря, сколько слоев делать И сейчас я это все буду делаю Перекладывать в емкость Слоями Маслом смазывать я не буду, потому что и так все это просочится Так мне нужна, как говорится, знаете, где моя большая ложка У меня есть ли моя ложка вот такая вот Помните, как в мультике, да, по заряди кашу есть Где моя большая ложка И сейчас я это все сделаю Основу Из макарон Опять третичка поехала Я тоже в Москву поехала То была из Москвы, теперь в Москву Ну сейчас час пик, сейчас все на работу Ну, в основном с работы едут Что-то у меня жидковат он получился Ну да ладно, ничего страшного Я думаю, как говорится, кашу маслом не испортишь Я имею в виду, жидковатый Получился этот Вам там все видно И меня тоже Я не знаю, у меня что-то сегодня такое хорошее настроение Цел день сижу дома Никто на мозг не давит Никто на мозг не капает Вот, сделали основу Ну я не буду, опять же, я как-нибудь, может быть, попробую еще когда-нибудь сделать с этим самым Скажите мне Как это подло называется Все, памяти нет Да блин Половник лучше возьму Ну как она, ну скажите мне, ребят Ну что-то я уже вообще С этой самой С полосками с этими Ну сейчас это все дело я вылью сюда Можно даже и смело выливать Но я так вот разложу слой, такой сделаю Слой сегкой сделаю Сколько слоев, опять же, будет, я не знаю Ну, должно получиться очень вкусно Потому что ароматы уже Вот плохо, что камера и кухня не может придавать ароматы, да Вот, но надеюсь, что все вкусно будет и классно И, знаете, так начиночки побольше положить Так вот, все это распределить И сейчас вот это все дело, да Вот мы положили слой Сейчас мы все это дело засыпем сыром Где мои сырные щелевры Вот, все это сыром сейчас засыплю Дайте прям руками Я надеюсь этот Вы не будете против, да Вот так сейчас сыром здесь засыплю Сделаю сейчас еще один слой Еще сыром засыплю Я сыр жалеть не буду Я чем больше сыра, тем лучше, мне кажется Так вкуснее просто будет Так, засыпали раз Берем еще макарошки Кладем еще раз сверху Там еще кто-то, я смотрел рецепты Вот зараза, вот прикиньте Вот варю макароны, они, падла, все равно слипаются Я чужо-то, я и в воду масло добавлял И в макароны масло добавлял Они, сука, все равно Но они, видите, из твердых сортов Поэтому Вот они вот поэтому и Сибурились, я бы так сказал Ну, не страшно Все равно это все Никуда от нас с вами не денется Слушайте, что-то я маленькую плошечку взял И что-то у меня остается слишком много соуса Ну да ладно Можно будет куда-нибудь его просто Сейчас остынет, я разориваю его по плошкам И уберу в холодильник Вот, может быть и заморожу Не знаю, посмотрим Так, вот так вот слой У меня два слоя Ну, видите, девчонки, которые я на Ютубе смотрел Многих там И Сазонову, еще кого-то, я аж не помню И Людмила Ким Они как готовят Они делают из этих вот пластов Из пластов Это вам Специально для лазаней Да, вот этих вот макаронных пластов Ну, я решил сделать из макарон И посытнее, мне кажется И поширше, потолще И вот второй слой также заливаем Сейчас заливаю второй слой Но, вы знаете как? Я духовку не буду разогревать И уже еще раз повторюсь Потому что у меня стеклянная посудина Боюсь, как бы она не репнула Вот Все-таки у меня там Подсказывают Что нужно делать Лучше в холодное А потом разогреть Ну, вернее, эту разогреть Как ее Духовку Уже включить Вернее, поставить посудину В холодную духовку И включить Ну, минут на 5 побольше То есть, я сделал не на 15 минут А минут на 20 Слушайте, ну нет Остается не так уж и много Всего Сейчас сделаю такой, знаете Толстый-толстый слой Чего надо Главное, чтобы все это у меня Потом в духовке Знаете, что Когда сыр будет запекаться Не вылилось за борта Сейчас у меня все это выльется за борта Это будет очень неприятно Придется мыть Плиту Хотя и так Полкухни засрал Обсюрыш я Ну, не без этого Не без этого Вот Сделали второй слой Слушайте, а получается Очень довольно-таки Интересно А, нет Туда не Надо, чтобы туда провалилось Ну, я думаю Когда будет запекаться Оно туда все это Просочится Туда все это дело Просочится Так, ну что Засыпаем еще, наверное Этим самым Да, тут осталось-то Хрен-то маленько То есть практически Все, что у меня было Да, вот помните Целая сковородка была Осталась вон тут Совсем Чутка Ну что Ни пуха, ни пера Как говорится Высыпаем вторым Слоем сыра И ставим в духовку И ставлю все дело В духовку Сыр, если что У меня останется Я также его заморожу И использую В следующий раз Когда буду что-нибудь Готовить Надо вторую пачку Открывать Мне этой пачки Не хватает Видите Хорошо, взял две Думал одну убрать Одну убрать Пусть, пусть Руки жопы растут Все валятся Жопоруки Есть сегодня Рука жопы Вернее Не жопоруки Рука жопы Да, у меня Самомнение И вообще Весь сегодня весело Очень хорошо Посыпаем слой Знаете, как будто Пиццу делаем Можно так ее назвать Овощная пицца Хотел сегодня Уехать на дачу Поеду в следующий раз Надо дела делать Еще, кстати Мне еще надо В пенсионный фонд Заехать, прикиньте Вот завтра Наверное, поеду Мы с вами По городу прогуляемся Я пойду в пенсионный фонд Мне нужно Подать данные Потому что я же недавно Паспорт поменял Вот, совсем все Последний раз в этой жизни И нужно им отдать Мои паспортные данные Чтобы они зафиксировали Новые данные Иначе могут быть проблемы Чтобы при пенсии И еще чего-то Хотя там 90 дней Но, тем не менее Нужно заранее сделать Это потом Как всегда То неохота То лень А так как я завтра Уже наметил Себе такой маршрутиц Поэтому завтра Мы с вами погуляем По городу Осталось тоже Принесмож весь Какая-то Ты не знаешь Эх-то Или весь не надо Не, наверное Весь не надо Я прям сделаю Знаете Прям плотненько Плотненько Прижмахивать Я его не буду Ну Сделаю Так как сделаю Или весь высоко Подирать Надо будет Выходить Чего Что-то Осталось Пачка 200 грамм А я вообще Буду из-за Каких-то 50 грамм Жопу Жопу Морщить Не буду Для жопы Морщить Сразу Так вот Все это Вывалю В одну кучу Ну Я имею ввиду По всей Емкости Плоскости Сделаю Так Все Все У нас Готово Сейчас будем С вами Все это Дело Ставить в духовку Я же говорил Насрал больше Лошади Всю кухню Пострал Придется мыть Вот Смотрите Что у нас Получилось Такие вот Слои Такой вот Слойчик Получился Сейчас в духовку Сейчас ребят Я ее включу А я ее сразу Лучше поставлю Опа Так поставили в духовку Так Ой Старость и радость Так Включаем Я знаете как сделаю Я наверное включу ее На На 160 Не на 200 градусов Как многие говорят Или на 180 Я сделаю Да На 160 Но на 20 минут Поставлю У меня тут звоночек Будет с таймером Когда будет готово Прозвонит И я вам все покажу Что у нас в итоге Получится с вами Все Сейчас нам так и сделаю Сейчас я включу ее Ну Включайся Не хочет Она не хочет Включаться Ребят О Все Включилось Она у нас Включилась На 160 Тут еще так плохо видно У меня она Это На 160 Все Ставлю таймер На 20 минут И через 20 минут Мы с вами достанем И я вам покажу Сей шедевр Вот А сейчас буду готовить Пока у нас все это готовится Вот Я сейчас буду готовить Вторую часть Нашего с вами Моризонского балета Подготовлюсь И сразу же Отсниму вторую часть Расскажу вам Вот эту смешную Невероятную историю Просто Меня подруга просила Все это дело озвучить Чтобы вы поржали Вместе с нами Потому что я Ухахатывался Она-то бедная Там в Кадмунсе Их билась от смеха А у меня практически То же самое было Зато хоть похудел На 3 килограмма От смеху Рыжал Я вам передать не могу Как Вот Короче Я знаете Как сделаю Я вам ее расскажу И вставлю ее Речь Которую она сказала Да Когда там Ну вы же все поймете То есть Короче там будет Ее голос слышно Я вам просто вставлю И она Примерно расскажет Там что дальше Происходило То есть я вот так вот Сделаю Вот Все ребят Готовится Через 20 минут Встречаемся И я вам покажу Дальше Что у нас с вами Получилось Вообще Слушайте Друзья мои Ну все Готовы Моя лазанья Прозвенела Как ее Духовка Сейчас я ее Туда и достану И вам покажу Что у нас тут получилось Вернее Что у меня получилось Но я вам сразу Хочу сказать Уже Внешний вид Мне уже нравится Самое главное Что знаете Что хорошо Что ничего не протекло На Духовку Туда вниз Уже Меньше мыть Вах Вах Вы посмотрите Сейчас я камеру Поближе покажу Посмотрите Какая красота Как вам Ну не шедевр ли А Ну правда Шедевр Да ребят Ну вот подскажите Девочки Мальчики Смотрите Какой шедевр У нас получился У меня вернее И это наверняка Так Ой Это как Наверное Это вкусно Ребята Ну передать не могу Это оно так вкусно Это очень вкусно Получится Очень Все Родулечки мои Я пойду пробовать Я не знаю Как вам показать Даже Обше Приподнять Показать Что там Какие слои У нас получились С мисс сыром Совсем на свете Ну Уже внешний вид Уже внешний вид Меня приличает Сейчас я вам покажу Ее Опа Смотрите Да Ла 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 Очень вкусно У нас с вами Получится Все Готова Моя лазанья Пойду я ее Кушать Вместе с ней На ее фоне Вот Я С вами не прощаюсь На фоне лазанья Да Я сейчас буду готовить Вторую часть Помните Говорил что будет весело Вот Готовьтесь Будет весело Сейчас я приготовлю Вторую часть Начну готовить И сразу Начну Вторую часть Снимать Вот Ну надеюсь Кстати для Только вновь Пришедших на мой канал Хочу вам сказать Огромное спасибо Что вы меня смотрите Все кто меня уже знает Знают что я могу Приколоться Где-то Поприкалываться Где-то может Мне что-то не получится Но все уже Ко мне привыкли Поэтому Если что-то я сказал Не так Или что-то не получилось Пожалуйста Не обижайтесь Не Как говорится Не поминайте лихом Вот Но я постараюсь Вторую часть Сделать Повеселее Чем сейчас Хотя Да Здесь тоже Немножечко мы поржали С вами Так Немножко прикольнулись Но вот Я честно говоря Стараюсь Знаете Ну не сдерживаться В выражениях Когда у меня хорошее настроение А сегодня у меня хорошее Вот Поэтому Буду кромсать Левлешку Это где-то Левье Назвало Левле Вот И Расскажу вам Вот эту вот Смешную историю Которая вот Произошла Между мной И Моей подругой Вот Что еще вам хочу сказать А и для Вновь прибывших Ребят Я иногда готовлю Вот И для Одиноких дам Тоже я готовлю И довольно-таки Неплохо Вот Выпечка Конечно у меня Беда Выпечка Хромает Но выпечку Вредно А вот это Вкусно Это нужно Кушать Ладно Ребят Не буду вас Забалкивать Я так уже Там наговорил Кучу всего И на кучу Большой времени Все Не прощаюсь Увидимся Во второй Продолжение следует